невероятная история о грехе золотого тельца значит сегодня мы все узнаем так все дорогие друзья поехали почему-то мне не видно меня в телеграме если вы кто-то мне мог написать телеграме напишите мне в телеграме да видно меня или не видно видно меня в телеграме или не видно кто может сказать не тут все хорошо значит видно не видно начинаем значит как вы помните как вы помните после получения торы якого можете посмотреть все видно, да, и в Телеграме видно. Здесь-то в Фейсбуке видно, я сам себя вижу, а в Телеграме я почему-то себя не вижу. Значит, если в Телеграме видно, то отлично. Там идет запись, все хорошо. Значит, глава Титиса началась с того, что нужно было все сдали по полшителя и, значит, всех посчитали. И вот мы дошли до второй части, до второй части главы Титиса. Значит, начинается сегодняшний отрывок с того, что дал Бог Мушерабейну две скрижали свидетельства. Значит, они были скрижали каменные и на них было написано Бе-Эцбай-Лаким, то есть пальцем Бога всесильного. Это все метафоры. У Бога, понятное дело, нет пальцев. Это как очевидная вещь. Но почему говорилось таким непонятным языком, да, что на скрижалях было написано пальцем Бога? А как было сказать по-другому? Не было, ну, как, а как ты по-другому скажешь? Если мы говорим с людьми и мы говорим, что на скрижалях было написано, можно было сказать Богом, да, зачем было говорить пальцем Бога? Нет у меня ответа на этот вопрос, почему именно написано пальцем Бога, но очевидно, что это был не палец, потому что у Бога нет пальцев. Поэтому это метафора. Это метафора. Теперь дальше нас переносит следующий отрывок, переносит нас и увидел народ, что задерживается Моше спускаться с горы. Значит, мы знаем, что он после того, как услышали две заповеди, все стояли на горе Синаи, да, значит, раздается вот изменение пространства, сознания, и представьте, вот сейчас мы сидим, например, слушаем урок, и тут начинается, вот все начинает плыть, стены начинают плыть, звук начинает плыть, и слышится такой в голове у каждого голос, я Бог, который вывел тебя из земли египетской, чтобы быть твоим Богом, то есть плющит, если кто принимал какие-то галлюциноденные препараты, или был под наркозом, или крепко пил, знаете, бывают люди, крепко пьют, так вот, сильно кто напивался, когда вот так вот кружится все вокруг, да, то есть, так это было, вообще абсолютно было, это, как сказать, малая стадия того, что чувствовали они в момент, когда слышали голос, я Бог, который вывел тебя из земли египетской, то есть у них рушилось сознание, у них рушилось сознание, все системы восприятия рушились, и они говорят, мы не выдерживаем, Маше, мы вот услышали, что я Бог, который вывел тебя из земли египетской, и не будет у тебя других богов, все, дальше ты, и он поднимается на эту гору, и они остаются, 40 дней они его ждут, он сказал, когда поднимался, седьмого сивана, да, то есть это было утром, он говорит, все, я поднимаюсь на гору, приду через 40 дней, хорошо, хорошо, и вот они ждут 40 дней, проходят 40 дней, его нет, вот тут написано, и увидел народ, что задерживается Маше, спускаться с горы, в Айкаэль Аам-эль-Арон, и собрался народ к Арону, его брату Маше Рабену, и сказали ему, вставай, сделай нам всесильного, сделай нам богов, которые пойдут, во множественном чете написано, Ашер-Илху-лифанейну, сделай нам богов, которые пойдут перед нами, Тизе-Моше-Аиш, что вот этот вот Моше-человек, Ашер-Илху-лифанейну, который вывел нас, поднял нас из земли египетской, не знаем мы, что стало с ним, то есть, из этого отрывка нам явно показано, что они хотели вместо Моше Рабейну, получить каких-то богов, каких-то божеств, каких-то посредников между собой и богом, которые будут вместо Моше. Это у человека есть такая потребность, и вот здесь была их главная ошибка. Они думали, что Моше, это был человек, который влиял на Бога, и который заставил Бога вывести евреев из земли египетской. То есть, они обожествили человека, они считали, что человек, Моше Рабейну был сверхчеловек, да, но они считали, что главная сила была в нем, а не в Боге. Не Бог вывел их через Моше, не Бог послал Моше, чтобы Моше с ними разговаривал, а Моше пришел к Богу и сказал, Бог, выведи их из земли египетской. Это была их ошибка. Они обожествили Моше, посредника между собой и Богом. И говорят, мы не можем без посредника, сделай нам, это был первый у них такой шаг, да, намерение, сделай нам того, кто будет посредником между нами и Богом. Есть Бог, есть посредник, понятный нам, да, он человек, который связан с Богом и с нами. Сделай нам вместе него других богов, вместо Моше они сказали. И сказал им Аарон, снимайте золотые свои украшения, которые в ушах ваших, значит, жен и сыновей и дочерей, и приносите мне. Аарон, он был человек, который любит мир. Аарон, человек, который любит мир, так мы знаем про него. И Аарон, он думает, что я буду с ними спорить? Им доказывать, что вы преступники. Его племянник, Аарона, племянник Хур, он выступил сразу против них, которые так сказали. А те его убили, они его убили, представляете? Значит, Аарон видит, что его могут убить тоже. Он им говорит, он начинает тянуть время, то, что называется. Он им говорит, давайте, снимайте золото, приносите золото, сейчас что-то сделаем. Ну, думают, но они, когда речь зайдет до золота, они как бы пропадут. Нет, написано, сняли они сразу же все эти золотые украшения, которые были на них самих, и принесли всю Аарону. Они привезли ему сразу же огромное золото. Да? Много принесли золота. Нет, Аарон, наоборот, думал, что они не принесут. Он хотел через это, через это он хотел затормозить процесс. Он ждал, что Машерабену появится. Войках Меадам, взял он из их рук это золото, и, значит, он бросил это золото в костер. И вдруг из этого костра выходит золотой теленок, золотой телец. И воскликнули, смотрите, как в тексте написано, и сказали, вот Бог твой Исраэль, который вывел тебя из земли Едипетской. Кто это сказал? Значит, дальше мы из текста узнаем, что когда евреи выходили из Египта, вместе с ними пошло очень много магов египетских. Они действительно, была прослойка людей, которые очень, я даже думаю, знаете как, вот, очень похоже на Египет того времени, похожа Индия сегодняшнего дня, где очень большое внимание уделяется духовности, какие-то у них, или там в каждом доме у них какие-то алтари стоят, все что-то там воскуряют постоянно, коровы по улицам ходят, то есть люди йогой занимаются, у них какие-то гуру, там учителя, то есть была большая потребность в духовности, и когда Бог проявил себя в Египте так явно, ярко и мощно, и вывел еврести народ, с ним вышли вот эти вот египетские мади. Теперь, когда эти мади вышли, они-то все равно знали мади, они были, евреи были рабы в Египте, они были такие, как бы, ну вот, очень прибито у них было духовное состояние, и физическое, и эмоциональное, и они были такие очень рабы. Значит, а мади эти, они были свободные, и когда Маширабейну нет, прошло 40 дней, никаких особых проявлений Бога нет, они сидят в этом лагере, им скучно, да, они сидят под горой Синай, и они были инициаторами вот этого золотого тельца, именно они, вот эти вот египетские мади, они сказали Аарону, значит, ну, они это все инициировали, и потом, когда вышел золотой телец, которому поклонялись в Египте, тоже у них было главное божество, это бык, они говорят, вот он, оказывается, вот он Бог твой Исраэль, который вывел тебя из египетского, то есть это сказали вот эти вот египтяне, видно это из этого текста, значит, который поднял тебя из земли египетской, и увидел Аарон, что происходит, значит, есть еще одно очень интересное предание, когда-то читал в устной торе, что был там такой человек по имени Миха, и этот Миха, он, значит, когда выходили из Египта, Машера Бейну написал на табличке Шор Кам Кам, значит, встань бык, и бросил эту табличку в Нил, и из Нила поднялся гроб с Йосефом, которого называли Шор, бык, и этот Миха эту табличку успел схватить, и потом, когда Аарон бросил все это золото в костер, этот Миха бросил табличку, на которой было написано встань бык, и бык встал. Такое я читал тоже предание в устной торе. Теперь, почему именно бык, да, что здесь в этом вот золотом тельце такого удивительного, и почему, например, на Олл-стрит, в финансовое сердце мира, стоит этот бык. Бык в то время, это было покорное животное, которое использовали для строительства, без быков невозможно было строить, быки таскали грузы. Бык был главное животное, которое пахало землю, то есть, так как землю надо было пахать, то к быку привязывали плуг, и сильный бык, он пахал, значит, ну, в земледелии это был главный трактор. Быка использовали, быка использовали для перевозки грузов. Как мы знаем, даже в храме, вот эти вот, не в храме, мешкан, перевозили телеги, в которые были запряжены быки. То есть, бык это было главное, символ управления материальным миром. И при этом бык, он был послушное животное, которое слушало своего хозяина. И они, и они, значит, как бы бык, это было поклонение, можно сказать, материальному миру, но с акцентом, с таким акцентом, что мы заставляем духовный мир через определенные действия делать то, что нам надо. То есть, у них было такое намерение, они не могли сказать, что нет Бога. Они, когда переходили через море, были все на высокой ступени пророчества, и они видели, кто такой творец мироздания. То есть, для них не было, как бы, ну, это самая идиотская мысль, что бык может сотворить мир. То есть, Бог это творец, Бог создатель мира. И не может человек, или бык, или змея, или там орел, или любой другой идол, он не может быть творцом. Он может быть элементом в системе мироздания, которое, все идолопоклонство, в чем было заключено. Что я за этот элемент подергал, и этот элемент на небе вызвал какой-то процесс, и этот процесс я получил. То есть, идолопоклонство, это было не идолопоклонство, поклонение идолам. Это было управление идолами для того, чтобы достигать своих личных целей. И это было высшей формой эгоизма в идолопоклонстве, потому что люди приносили своих детей в жертву, чтобы был урожай. Они могли приносить в жертву кого-то, убивать там, чтобы выиграть в войне. Понятно, да, то есть, идолопоклонство, это было такое, высшая степень служения себе в этом мире. То есть, люди были ограничены только этим миром, они понимали, что жизнь у них ограничена только маленьким кусочком времени, и пытались они выжать из этого маленького кусочка времени максимум удовольствия и пользы для себя, и для этого они служили идолам. А служение Богу, это когда ты понимаешь, что этот мир, это только тренажер для того, чтобы ты мог, выступая против своего эго и против своего животного, подняться на более высокую ступеньку, перейти в духовный вечный мир, где ты служишь Всевышнему и ты соединяешься со Всевышним. Теперь, значит, это вокруг. Теперь, что было дальше? Аарон видит такая ситуация, этот золотой бык, эти мади вокруг, да, египетские, которые вообще озверевшие, и он, значит, начинает строить в Мизбех, он говорит, значит, ну, будем служить, и что он говорит, воекра Аарон и сказал, и возвал Аарон и сказал, хак ла шем махар, праздник для Бога завтра. Он, ни про какого тельца он не говорил, он говорит, завтра будет праздник для Бога. То есть, он хотел эту ситуацию мирно повернуть все равно как-то к служению Всевышнему. То есть, и он начинает медленно строить в Мизбех, чтобы к завтрашнему утру он понимал, что завтра еще, значит, может быть, Маше вернется, так он думал, потому что по факту ошиблись просто на день. И ваэштимуми махарат, встали они утром завтра рано, рано они встали утром, ваэалу, алот, и начали они приносить жертвы всесожжения. Значит, вот сейчас тут один интересный слышал объяснение от Равыска Казильбра. Начали они вносить, возносить жертвы всесожжения, там, где жертва полностью сжигается для Бога. Ваэкшу шламим, и принесли они шламим. Шламим это мирные жертвы, которые половина сжигается, половина съедается. Ваэшеба амлехоль, и сели они тогда, после этого сели кушать эти жертвы мирные, ваэшату, и выпили они алкоголя, ваэякуму, ваэлицахэк. И встали они, встали они заниматься развратом. Значит, здесь, в этом отрывке рассказывается весь путь всех революций. Прямо конкретно схема всех революций. Встали утром и принесли жертвы всесожжения. Жертвы всесожжения все идеалы, все ради идеалов. Все начинается с того, что идеалисты говорят землю крестьянам, морякам, значит, фабрике рабочим, идеалы, всем, всем от каждого по способностям, каждому по труду. Все будет хорошо, значит, миру мир. Все, это идеалисты начинают любую революцию. Значит, здесь это написано, и они принесли жертвы всесожжения, когда вся жертва сжигается ради идеала, да, ради Всевышнего. Ваэкшушламим, потом идут мирные жертвы, потом они, значит, себе шьют красивые красивые костюмы, садятся, занимают министерские посты, садятся там в политбюро, ставят себе охрану, и народ начинает, значит, народу говорят, смотрите, те, кто хорошие революционеры, мы вам даем вот так, а кто не с нами, тот против нас, и они начинают уже себе какие-то брать блага, значит, это как жертвы мирные, это что называется, половина уже сжигают, половина себе. Потом сели они кушать, руководители восстания, всегда после этого они садятся кушать и пить. Дальше власть имущие, они начинают уже пользоваться этими благами, которые они забрали, то есть, все революционеры в итоге становятся такими властителями, хозяевами того, что они забрали у тех, кто несправедливо ограбили народ. Ваякуму лицахэк, и потом они встали лицахэк, лицахэк это служить идолам, заниматься развратом и убивать. Все революционеры в итоге, как Робеспьеры и так далее, значит, они все потом становятся страшными убийцами, которые делают террор, после любой революции начинается террор. В это время Всевышний говорит Моша Рабейна и сказал Бог Моше иди спустись, посмотри как испортился народ, и вот тут тоже, видите, народ Ашер Ээлита Мэрит Мицраем, который ты поднял из земли Едипетской. Почему написано ты поднял? Ведь это же Всевышний вывел еврести народ из земли Едипетской. Вот эти магии, Моша Рабейну мог их не взять с собой, но Моша Рабейну сказал, ну они искренне верят в Бога, ну как можно, это же они все эти едиптяне, поверили в Бога, молодцы, ну что делать, давай их возьмем. Это не были евреи, то есть евреи были рабами, рабы это люди, которые сами не могут себя вести, рабов всегда должен кто-то вести, значит Всевышний сделал так, что еврестий народ был рабами, он их прям прессовал, 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 потом выходит Моша Рабейну, выводит их из Едипта, и они должны были стать рабами у Бога, и так и было, они сказали на Асеве Нишма сделаем, потом будем разбираться, мы нам сказали делать, мы будем делать, и теперь когда у народа рабская психология, то его действия зависят от того, кто будет стоять лидерами, кто будет лидерами, и из-за того, что Моша Рабейну позволил этим магам выходить вместе с еврейским народом, это называется Эр-Эв-Раф, то эти маги, они-то были свободные люди, и они в течение этих сорока дней, пока не было Моша Рабейну, они, значит, что сделали, они сказали, вот, будет во Исраэль, давай, значит, вместо Моша сделаем этого тельца, Бог говорит, вот, говорит, посмотри, испортился народ, который ты вывел из земли египетской, то есть, понятно, что это не еврейский народ, сарумаэрминадерах, они быстро очень сошли с пути, который я приказал, и сделали они себе золотого тельца, и поклоняются ему, и приносят ему жертвы, и сказали, вот, Бог твой Исраэль, который вывел тебя из земли египетской, и сказал Бог Маше, увидел я народ этот, и он ам-кше-орэфу, народ кше-орэфу, жестоковыйный, он народ жестоковыйный, упертый, и теперь оставь меня, говорит Бог, и включится мой гнев, и этот гнев их съест уничтожит, и сделаю я тебя народом великим, он говорит, Маше-орэфу, но так, и начал Муше молиться Богу, и сказал ему, зачем ты будешь гневаться на этот народ, который ты вывел из земли египетской, он говорит, большой силой, и Баят Хазака, и рукой сильной, и зачем будут говорить египтяне, что злом для зла вывел он их, чтобы их убить в пустыне, чтобы их убить, он ему Богу говорит, пожалуйста, не гневайся, пожалуйста, не гневайся, и прости зло этого народа, прости зло этого народа, и дальше Мушарабену ему говорит, вспомни Авраама, Ицхака, Исраэля, твоих рабов, которым поклялся ты, ты поклялся собой, то есть он Богу говорит, и ты сказал, что умножишь их потомство, как небесные звезды, и эту землю, которую ты им обещал, дать их потомству, дам потомство навечно, и что, это Мушарабену говорит Богу, как теперь быть, в Устной Торе этот разговор, он более подробно, то есть, где же это письменная Тора, это конспект, а в Устной Торе есть, там был у них намного более длинный разговор, с многими другими такими деталями, но там была одна деталь, что Мушарабену ему говорит, смотри, стул на трех ногах, вот этот народ, это потомки Авраама, Цкака и Якова, которые за тебя готовы были умереть, то есть, ты их проверял, испытания, неиспытания, все, он говорит, но если они даже не выстояли, как, почему тот народ, который от меня произойдет, выстоит, стул на трех ногах не устоял, на одной надея, тем более, не устоит, я же тоже потомок Авраама, Цкака и Якова, он Богу сказал, и он Богу говорит, не, это не вариант такой, да, и, значит, изжалился Бог, сейчас, значит, все, он уговорил Бога не уничтожать еврести народ, и потом Мушараб спустился с горы, у него две скрижали в руках, на них написано, десять заповедей, значит, и были, и скрижали, это было произведение Бога, то есть, они спустились с неба, это были сапфировые скрижали, и то, что написано на них было, это Бог написал, значит, было это все выбито на этих скрижалях, и что, значит, я сейчас пропускаю, потому что очень длинный отрывок, спустились, спустился он с горы, приблизился он к лагерю, и увидел он этого тельца, значит, написано, и разгневался Моше, и бросил он эти скрижали, и разбил их, представляете, разбились эти скрижали, схватил он этого тельца, и сжег его огнем, и стер его в порошок, и этот порошок он развеял, часть порошка развеял, часть он разбавил водой, и начал, значит, поить этой водой сынов Израиля, то есть, Маше Робену, это, наверное, что-то было очень удивительное, это как, знаете, у меня сейчас перед глазами, как такое, сейчас есть фильмы, эти, Марвел, вот этот, как Бэтмен такой, знаете, и он, этого тельца сжег все, и сказал Маше Аарону, что это, что сделал тебе народ этот, что ты, значит, сделал вот этого тельца, что, как они тебя заставили, сказал Аарон, не гневайся на меня, я, ты же знаешь этот народ, как он, когда он возлез с ними, же невозможно, как бы, ничего сказать, ничего сделать, то есть, вообще ничего не понимают, и сказал ему, воемру ли, они мне сказали, сделай нам Бога, которые будут идти перед нами, потому что Маше, он вывел нас из земли, и депестка, шел перед нами, а мы не знаем, где он сейчас, и я сказал им, дайте мне золото, они мне дали золото, я бросил в огонь, и вышел бык, он говорит, я, ну, то есть, вот так было дело, я ни при чем, и, значит, посмотрел народ, Маше на народ в это время, и видит, что они такие, типа Руа, народ Паруа, значит, они были в таком расхлябанном состоянии, значит, были они в расхлябанном состоянии, и что, Маше Рабейну сказал, тогда, да, известная фраза, он сказал, Маше Рабейну, стал он в воротах, и сказал, Миля Ашем Илай, кто за Бога ко мне, и собрались к нему колено леви, дальше я сейчас пропускаю, потому что еще там у нас есть долго, собрались колено леви, они вырезали 3000 зачинщиков этого безобразия, то есть, этого мероприятия было 3000 зачинщиков, из 600 тысяч мужчин, которые вышли, и стояли у горы Синай, 3000 было злодеев, которые сумели, сумели сделать вот эту всю историю, дальше, дальше убили их, и после этого, Маше Рабейну, значит, что он сделал, значит, Маше Рабейну после этого поднялся, еще на 40 дней на гору Синай, и 40 дней он молился, просил Бога, чтобы Бог простил, через 40 дней, 40 дней был гнев Бога, значит, Маше его простил, чтобы, просил Бога, чтобы этот грех Бог простил, значит, и Маше сказал Богу, если ты их уничтожишь, меня тоже уничтожай, стирай меня, как меня как не было, то есть, и сказал Бог тогда Маше, значит, я не буду уничтожать невиновного, то есть, если ты себя с ними соединяешь, я, конечно, не могу тебя уничтожить, и теперь, значит, иди спускайся к этому народу, меня с ними не будет, написано здесь, я теперь пошлю перед ними ангела, вместо себя, потому что, если мое присутствие будет с ними, и они еще раз согрешат, то я полностью их уничтожу, теперь, значит, и дальше здесь написана такая вещь интересная, что Бог сказал, что каждый раз, когда они будут грешить, я с них буду взыскевать, из-за греха золотого тельца, и, сейчас я вам закончу, одну очень тайную, такую вещь, вещью, которую я слышал тоже отрывы, с Коказильбера, за царем, значит, Машера Бейну, после этого, взял свой шатер, вывел за, за общий стан, то есть, у него отдельно шатер стоял, две тысячи локтей от стана, после этого события, Бог, божественное присутствие, в том виде, которое было до этого присутствия, оно уже тоже не было с еврейским народом, потому что, если бы, мы уже говорили об этом, когда есть, очень близко приближаясь к Богу, то сразу, если какой-то грех сгораешь, и Всевышний видел, что они могут ошибаться, и он с ними отправил ангела, и он сказал, что, что в любом, когда евреиский народ будет грешить, то будет взыскеваться за тот грех, и за грех золотого тельца, и Рафзильбер рассказывал, что он видел в одной из книг, да, по Кабалем, во время как раз Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, он сидел, изучал эту главу, и одна из книг по Кабале на эту главу, она сказала такую вещь, что глава, как называется, Титиса, когда поднимет, что в главе написано, я взыщу за грех золотого тельца, значит, когда будут мне грешить, и отворачиваться от меня, евреиский народ, я каждый раз буду взыскевать за грех золотого тельца, и в той книге было написано, что окончательное искупление греха золотого тельца будет в год Тиса, как называется эта глава, в которой рассказывается про грех золотого тельца, Тиса, это Дематрия Тиса, 701, 5701 год совпадает с 1941 годом, когда фашисты приняли решение уничтожить еврейский народ, и успели треть еврейского народа уничтожить, 6 миллионов человек было убито, и было в этой книге, в древней книге написано, что окончательная расплата за грех золотого тельца будет в году Тиса, 5701 год, и это было, как бы каждый раз, когда еврейский народ шел против Бога, то шло на него очень большое наказание, в котором была часть наказания за грех золотого тельца, и мы сейчас, как раз сегодня у нас пост эстер, называется пост эстер, и завтра будет пурим, это очень важный праздник, который тоже напрямую связан и с грехом золотого тельца, и с грехом народа перед Богом, и как это обычно происходит, очень интересно, интересно, что действительно, Вторая мировая война, катастрофа еврейского народа, была связана тоже с праздником Пурим, потому что, когда вешали 10 нацистских преступников, как в Пурим, повесили 10 сыновей Амана, и когда вешали 10 сыновей Амана, есть в Медилат-Эстер, которая записана, 2300, 2400 лет назад была записана Медилат-Эстера, те события, которые там происходят, происходили 2400 лет назад примерно, и там написано имена 10 сыновей Амана, и там написан год, ТАФ-ШИН-ЗАЙН, это был год 1946 год, ТАФ-ШИН-ЗАЙН, это был год, когда был Нюрнбергский процесс, когда вешали 10 нацистских преступников, и вот там есть 10 сыновей Амана, там есть буквы, измененные, ТАФ-ШИН-ЗАЙН, ТАФ-ШИН-ЗАЙН, это 5707 год, это соответствует 1946 год, Нюрнбергский процесс, вешают 10 сыновей Амана, и один из них, который знал еврейскую историю, они знали, изучали, изучали эзотерику и так далее, один кричал, это Пурим, это Пурим, говорит, сейчас как раз вешают 10 сыновей Амана. Удивительная история, когда, я в двух словах сейчас расскажу, или давайте завтра я расскажу Пуримскую историю, завтра будет более короткий отрывок, в недельной главе, и я как раз расскажу завтра про Пуримскую историю. Все, друзья, всем удачи и успехов, чтобы Всевышний дал нам здоровье, чтобы Всевышний дал нам всем благополучие, дал много ресурсов, чтобы мы выполняли волю Всевышнего, чтобы мы всегда помнили, что против Бога невозможно идти, и кто идет против Всевышнего, то он, естественно, проиграет в любом случае, а тот, кто идет за Всевышнего, за Бога, то у того будет все хорошо, по-любому. Все, всем удачи и успехов, и чтобы был Арифаш Ломан всем, кто нуждается в выздоровлении, и чтобы уже закончилась эта война, и злодеи, которые ее развязали, будут наказаны. Я, например, в этом вообще не сомневаюсь. Вот прям можете записать мои слова. Тот, кто начал эту войну, он прям, будет Нюрнбергский процесс на наших глазах. Вот увидим. Увидим, как это все будет, потому что все злодеи, на протяжении всей истории мира, злодеи всегда были наказаны. Все, всем удачи и успехов, до завтра.